Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP Вся дополнительная информация в описании Сегодня у нас ролик про, вот знаете ли, такой мой самый главный зашквар, за который меня не попрекал даже ленивый Потому что, ну, наверное, вы все знаете, что после того, как я сделал свой канал У меня, хотя давайте знаете что, давайте вот перед тем, как я начну вам все это рассказывать и вот многое другое Я вам расскажу о том, где вы можете поиграть в GTA Sump Если вот вы никогда не играли в Sump или ищете какой-то новый проект, там, я не знаю, сервер в Sump На котором вы сможете нормально, адекватно и комфортно поиграть, там, знаете ли, поотыгрывать роли-плей Там, сделать какие-то все прочие вещи, то можете заходить по IP-шнику в описании на Arizona Roleplay Там же вы сможете найти мой никнейм Данте Коннор, введя который в поле пригласившего вас игрока Вы сможете получить целых 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня Поэтому, как бы, ну, регистрируйтесь там, заходите и делайте все прочие вещи Дабы получить уже целых 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня На проекте Arizona Roleplay И вы знаете, вот в этом вот начальном вступлении я уже неоднократно полил воду Ну, наверное, скорее всего, я даже практически не знаю, как это определяется Ну как, поливание воды это ходьба вокруг да около Либо, там, знаете ли, повторение одних и тех же каких-то, я не знаю, сутей, там, путей Вот это вот, в общем, того, что я сказал ранее, повторение просто немного другими словами И все это называется вода, дабы растянуть хронометраж роликом Так вот, зачем я это делал и вообще почему все это так произошло Многие из вас, наверное, знают, что после регистрации вот этого вот моего канала У меня не было никаких коммерческих, там, и всех прочих запросов А также нужно было где-то вот достать 4000 часов просмотра Для того, чтобы подключить себе уже ту самую монетизацию на свой YouTube канал Для того, чтобы хоть что-то можно было зарабатывать И в самом деле, спустя несколько видеороликов я смог все-таки получить эту самую монетизацию И все-таки я смог начать зарабатывать со своих видеороликов Так вот, зачем же ролики у меня делаются, там, по 10 минут Делались по 10 минут Все дело в том, что когда ролик у тебя на YouTube идет больше 10 минут Ты можешь вставить туда рекламу Да, вот ту самую рекламу от YouTube, которую многие почему-то не любят При том, что она бывает вообще, там, я не знаю, 15-секундная, там, 20-секундная, вот И вроде того, им можно посмотреть, там, для себя что-то полезное подцепить и так далее Да, конечно же, у YouTube сейчас проблемы, там, знаете ли YouTube оштрафовали, там, что-то на 170 миллионов долларов Или что-то вроде того Им, там, нужно купить вот этот вот весь штраф Количество минут просмотра с каждым днем все уменьшается, уменьшается Авторов и рекламодателей все больше и больше И вот, ну, как-то вот так все это получается YouTube приходится уже как-то вот больше рекламы запихивать в один рекламный перерол Для того, чтобы рассчитаться и с рекламодателями, и со всеми остальными людьми Вот, плюсом у нас в России один из самых мелких CPM CPM это, то есть, то, сколько дают за клик по рекламе Нет, по-моему, не за клик по рекламе, а то, сколько дают за тысячу коммерческих просмотров И у меня этот показатель где-то на уровне 100 рублей, да, за тысячу просмотров Вот, так вот, к чему я все это вел? Дело в том, что когда у меня не было никаких рекламных предложений, ничего прочего Я абсолютно нигде не мог зарабатывать, там, кроме какого-то моего, знаете, основного канала Где там 8 тысяч подписчиков Нигде не мог зарабатывать, вот, то есть, сидел реально, не знал, что делать И решил делать ролики более 10 минут для того, чтобы туда обставлять рекламу И хотя бы сколько-то зарабатывать с этих самых видеороликов Так вот, как вообще все было, что там вообще и сколько вообще за все это можно заработать? Где-то примерно за, там, я не знаю, 15-20, нет, 20 тысяч было редко Где-то за 10-15 тысяч просмотров, как бы, 10-минутных видеороликов с несколькими рекламными вставками Разумеется, они у меня не идут через каждые, там, 20 секунд Идут через каждые, там, я не знаю, 2-3 минуты или вроде того, вот И, разумеется, за вот такие вот просмотры можно заработать, если кому-то было мало ли интересно То где-то примерно, там, я не знаю, от 100 до 150 рублей То есть, я не знаю практически от чего это зависит Наверное, от какого-то месяца, наверное, от рекламодателей Ютуба, наверное, от каких-то еще прочих вещей Так вот, воду в своих видеороликах я лил только для того, чтобы как-то, ну, знаете ли Когда я беру какую-то односложную тему, которая развивается просто вот так вот То есть, ты про нее что-то там сказал, вот просто одним словом, там, каким-то, я не знаю, одним предложением Ты про нее высказался и все То есть, больше сказать нечего и ролик получается, там, я не знаю, на минуты-две Или, там, на одну минуту или что-то вроде того И вот тогда в дело идет как раз-таки поливание водой Ты начинаешь развивать эту тему Думать о том вообще, как это все там стакается Что вообще из этого исходит, что может быть и так далее И порой вот эти вот все твои умозаключения, они сводятся к какой-то бредовой хуйне Ну, такое частенько бывает, когда ты стараешься растянуть коронометраж Потому что, ну, понимаете ли, из одной минуты растянуть 10 минут, это еще нужно постараться Но не всегда, конечно же, вот эти вот односложные темы, они были такие, знаете ли, на одну или там на две минуты Чаще всего вот такое среднее количество времени, которое можно обсуждать одну тему примерно вот без воды Или с маленьким ее содержанием Это, ну, я не знаю, минут 5-6-7 Вот где-то это идеальное время для того, чтобы обсудить тему Но, как вы понимаете, до 10 минут это все равно не дотягивает Тебе приходится всяческими образами ухитряться, да, или как-то вот так все это делать И стараться дотянуть хронометраж твоего видеоролика И без того немалого, безусловно, там, для людей Там даже YouTube советует ролики, по-моему, делать от, там, я не знаю, от 8, по-моему, до 15 минут Чтобы максимально удерживать аудиторию Но всем похуй, да, то есть, всем похуй И многие делают ролики длинные И я, в том числе, люблю очень длинные ролики Я ненавижу маленькие ролики Их неинтересно монтировать с ними, неинтересно что-то там делать То есть, ну, прям, ну, вот, вообще ненавижу маленькие ролики Лично вот мне, когда я вижу какой-то, я там, не знаю, одноминутный ролик на YouTube Или, там, двухминутный ролик То, ну, я как-то с такой опаской на него кликаю Потому что, ну, я не знаю, что там возле, что там какая-то хуйня будет Или что-то вроде того Поэтому, ну, какие-то вот короткие видеоролики я абсолютно точно не воспринимаю Вот если я вижу видеоролик идет 10 плюс минут, там, 15 плюс минут, 20 плюс минут Я понимаю, ебать, там, наверное, будет что-то дико жесткое, дико классное Я захожу и вот, ну, там, ну, такое, более-менее Не всегда, конечно, оправдывает ожидания, вот, вся эта штука Но, тем не менее, тем не менее, я не жалуюсь А мне более чем такого вот всего хватает Ну, так, тоже плюс-минус, да, то есть, ну, вот так вот И, наверное, я максимально рассказал про свой самый, такой, знаете, или зашквар За которым часто там бывают рофлят, бывают троллят Называют каким-то, там, я не знаю, посейдоном, да, вот, и так далее Потому что, ну, да, такое бывает Сейчас, когда у меня есть рекламные вот эти вот, знаете ли, контракты, да Как многие их, наверное, называют То я не вижу смысла просто растягивать ролик до 10 плюс минут Чтобы заработать там, я не знаю, лишнее какие-нибудь Ну, вот сколько, ну, вот так, если подумать Лишнее, там, я не знаю, 10 рублей, возможно, да Хотя вряд ли с этого ролика 10 рублей Лишнее, там, несколько копеек и при этом потерять нескольких зрителей, да Потому что там многие не досмотрели до конца А Ютубу еще, помимо, там, количества просмотров, количества лайков Самое главное у Ютуба это удержание аудитории То есть то, насколько ваш видеоролик смог удержать человека И то, на какие видеоролики он кликнул после вашего видеоролика То есть если вы удержали человека на сайте своим видеороликом То, разумеется, он будет продвигаться дальше, дальше, дальше И таким образом все будет, вот, максимально жестко Допустим, если, допустим, какой-нибудь 15-минутный ролик смотрит 2 минуты То это, разумеется, это хуёво То есть такой ролик никуда двигаться не будет И то, возможно, где-то там через какие-то вот эти вот, знаете ли Ну, и локальные вот эти вот сети Среди подписчиков канала И, возможно, тем, кто, так сказать, подписан или смотрел что-то подобное Им тоже будет более-менее как-то продвигаться Ну, я, опять же, про всё это не знаю Это всё знает исключительно Ютуба Также гендиректора Ютуба Вот это Сьюзан Ваджицкий Или как там, не знаю В общем, всё такое она там знает А можно к ней ехать в какую-нибудь вот эту вот её Америку Вот эту пиндосию И узнавать у неё там, чё, как вообще с Ютубом работает Почему там, блядь, от 10 плюс минут только Можно несколько реклам вставить Почему там не от 5 плюс минут, да? Тогда бы все 5 плюс минут растягивали Хотя, надо, наверное, отдать должное Что там, знаете, не 30 плюс минут нужно видеоролик сделать Чтобы вот несколько реклам вставить Всегда нужно довольствоваться, как мне кажется, тем, что имеешь И Ютуб, безусловно, неплохая платформа Я опять начинаю немного поливать воды Потому что уже осталось чуть-чуть до 10 минут 0-1 секунды Я не могу просто отказать себе в том Чтобы дотянуть до вот этих вот заветных 10 минут 0-1 секунды Чтобы вставить несколько реклам Ну, ладно, ладно В общем-то, уже это всё не важно Не дотяну, не дотяну, дотяну Классно, сможете написать в комментарии Ебать ты красава, дотянул Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Надеюсь, что данный видеоролик вам понравился Да, может быть, блядь, и не понравился Идите, в общем-то, неважно куда Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok